Это было лишь одно из множества кинозвезд. Время от времени теряло работу, зависело от режиссерских капризов. В то время как дома, в Германии, она была бы первой и единственной, единоличной любимицей и зрителей, и власти. Ни в чем не знала бы отказа. И не она зависела бы от студии, а студия от нее. Никого руководителя Третьего Рейха так не уговаривали вернуться в Берлин, как Марлен Дитрих. Когда из Берлина наведывались эмиссары с приглашением вернуться на родину, Марлен страшно веселилась. Все это выдумка насчет того, что Гитлер желает видеть меня великой звездой его германского рейха. Знаете, что побуждает его присылать офицеров высокого ранга, уговаривающих меня вернуться? Он видел меня в голубом ангеле в поясе с подвязками, и не прочь забраться в эти самые кружевные трусики. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Насчет намерений Гитлера она сильно ошибалась. Фюрор Великогерманского рейха женщин скорее побаивался, особенно женщин с характером, как Марлен. Но остальные мужчины точно мечтали насчет этого самого. Задолго до того, как огромная зрительская аудитория увлеклась выяснением волнующего вопроса. Было ли белье на актрисе Шерон Стоун в знаменитой сцене из фильма «Основной инстинкт»? Мужчины с не меньшим волнением вглядывались в малоодетую Марлен Дитрих на экране. Кружевные трусики Марлен кружили голову поколением мужчин. Невозможно, пишет ее биограф, забыть образ предвоенного Берлина во всем блеске декаданса. Гавань на заднем плане, дымная атмосфера дешевого ночного кабака и героиня фильма Марлен Дитрих в шелковых чулках и подвязках, панталонах с оборками, в шелковой шляпе, в окружении тайных дружков, сидящая на перевернутой бочке и напивающая почти небрежно. С головы до ног я создана для любви. Это мой мир. И все тут. Это было время расцвета немецкого кинематографа. Кинофабрика УФА успешно конкурировала с Голливудом. Американцы приезжали учиться у немцев спецэффектам, операторскому искусству и актерскому мастерству. Самых талантливых зазывали сниматься за океан. В фильме «Голубой ангел», сделавшем Марлен Дитрих знаменитой, американцев поразил эротизм, недоступный тогда еще для Голливуда. Мужчины устремились в кинотеатры, чтобы увидеть ее соблазнительную походку, без страстной декаданс и чувственный вызов в том, как она говорит и двигается. Марлен была неотразима. Она стала секс-символом в те времена, когда только смельчаки решались рассуждать о сексе. «Секс был табу», – рассказывала сама Марлен. «Мы все должны делать глазами. Никакого раздевания, никаких полуобнаженных тел, ничего вызывающего не было и в помине. Саму идею показать зад актрисы, режиссеры в 30-е годы, считали неприличной. Мы должны были обходиться без таких дешевых эффектов». Зрители мужчин, и не только мужчины, оценили красивые ноги Марлен Дитрих и ее пояс с подвязками. Режиссеры рады были сделать приятное зрителям. «Когда я получала очередной сценарий, то приходила в ужас», – вспоминала Марлен. «Опять все начинается с крупного плана моих ног. А мне надоели разговоры о моих ногах. Они нужны мне исключительно для того, чтобы передвигаться. И я не хотела, чтобы они вызывали столько шума. Возможно, для миллионов людей мои бедра выглядели сексуально. Мне они не нравились. Я хотела быть эльфом с длинными ногами и красивыми руками». В 30-е годы, вспоминала ее дочь, говорили, что как только нагрянут орды большевиков, они перебьют всех аристократов, распознав их по холеным рукам. Мать не боялась большевиков. Считала, увидев ее руки, они признают в ней свою крестьянку. На фотографиях ее руки первыми подвергались ретуши. Пальцы удлинялись и утончались. В жизни она старалась, чтобы руки выразительно двигались, были заняты сигаретой, засунуты в карманы брюк или же облачены в тончайшие перчатки. Американских мужчин волновала актриса с европейской утонченностью, легким акцентом, с высокими скулами и томными глазами. Женщина-мечта, женщина-загадка. Марлен была окружена поклонниками. Мужчины, очертя голову, бросались в атаку на эту крепость. Не многие понимали, что обладать этой женщиной по-настоящему невозможно. Редкостной удачей был для нее творческий союз с режиссером Джозефом фон Штернбергом. Он родился в Вене, работал в Голливуде и приехал в Германию снимать «Голубого ангела» сразу на двух языках – немецком и английском, чтобы показать ленту не только в Германии, но и в Америке. «Я – творение его рук», – признавалась Марлен. Рассказывали, будто я вырвала все коренные зубы, чтобы мои щеки были впалыми. Актриса и мои поклонницы стали втягивать щеки внутрь, имитируя загадочное лицо, которое увидели на экране. В реальности это фон Штернберг умелым освещением придает впалость моим щекам. Он распахивает мои глаза, и я сама заворожена своим лицом на экране. Режиссер был, очевидно, влюблен в Марлен. Бесцеремонные американские журналисты спрашивали Штернберга, почему бы ему не жениться на любимой актрисе. «Мне жениться на Марлен?» – отбивался он. «Да я лучше запрусь в телефонной будке с перепуганной коброй». Она была невероятно требовательна к себе и вовсе не считала себя красавицей. В сравнении со всеми прекрасными, стройными королевами Голливуда я казалась себе ужасно толстой. Однако фон Штернберг считал, что я прекрасно выгляжу. Женщина, которую он хотел показать на экране, ни в коем случае не должна быть худой. Это должна быть женщина в стиле Рубенса, крепкая, жизнеутверждающая, полная секса. Словом, женщина, о которой мечтают все нормальные мужчины. Так и происходил. Мужчины, как завороженные, с головой бросались в этот омут, надеясь завоевать ее сердце. «Иногда по ночам я протягиваю руку, чтобы притянуть поближе к себе твою голову», писал влюбленный в Марлен знаменитый немецкий писатель Эрих Мария Ремарк. «Но какой во всем этом прок обманываться воспоминаниями? Я заставляю себя не думать об этом, о темноте, о том мгновении, когда я пришел к тебе, а свет был выключен, и ты бросилась из темноты в мои объятия. И распалась комната, и ночь распалась, и мир распался, и твои губы были самыми мягкими на земле, и твои колени коснулись меня, и твои плечи, и я услышал твой нежный голос». «Я последовала за ним в Париж», – вспоминала Марлен, роман с Ремарком. Там были ночные клубы, которые он любил, лучшие вина, которые он узнавал по вкусу. Меня всегда окружали мужчины, знающие толк в винах. Ремарк знал вина каждой страны, мог определить название, дату производства, не глядя на этикетку. Если фантастическая слава Марлен Дитрих объясняется успехом одного единственного фильма «Голубой ангел», то и Ремарк считался автором одного единственного принесшего ему всемирную славу романа «На западном фронте без перемен», который вышел в том же 30-м году, когда появился фильм «Голубой ангел». В ноябре 16-го со школьной скамьи Ремарк был призван в кайзеровскую армию. В бою его тяжело ранили. «На западном фронте без перемен» – это роман о потерянном поколении, о молодых немцах, которых заставили умирать в никому не нужной войне. «Писал он с большим трудом, иногда на одну фразу затрачивал часы», – вспоминала Марлен. «Всю жизнь он находился под бременем феноменального успеха своей книги «На западном фронте без перемен». «И был убежден, что такой успех не только не будет превзойден, но никогда больше не повторится. Он был грустным и очень ранимым человеком. Я видела, как часто он впадал в отчаяние». В отчаянии Ремарк впадал из-за Марлен. Короткий период безумного счастья, как это уже происходило с другими любившими ее мужчинами, сменился тоской и отчаянием. «Но что это за жалкая жизнь?» – горевал Ремарк. «Ты на другой стороне земли, а я здесь медленно по-тихому схожу с ума. Я включил граммофон. Он вбрасывает музыку в туберкулезную ночь. Музыку с другого континента, с другой звезды. Усталую музыку распада. Когда мир развалится на куски?» Люди почти никогда не признаются в ревности. Причины своих несчастья они называют все, что угодно, только не это чувство. Но хочешь не хочешь, ревность проходит через жизнь каждого из нас. «Странное мгновение», – писал Ремарк. «Достаешь костюм из шкафа и обнаруживаешь платок со следами губной помады, забытый с парижских времен. Комната начинает покачиваться. И здесь твой запах, и твои волосы, и твои нежные губы. Я ощущаю, как шумит и беспомощно дрожит моя кровь. Ты, которую я люблю, – непостижимый подарок жизни. Ты, лежавшая со мной кожа к коже, когда дыхание сплеталось с дыханием. Ты, сделавшая меня более просветленным и более бесстыдным, и более тоскующим. Существуешь ли ты еще вообще? И появишься ли вновь?» Считается, что женщины более ревнивы, чем мужчины. Наверное, это так. Но когда мужчины ревнуют, они что-то делают. Они уходят из дома, расправляются с удачливым соперником или с подлоизменницей, на худой конец напиваются. Мужчина может в гневе хлопнуть дверь и уйти, куда глаза глядят. Но и мужская оборона не столь уж эффективна. На самом деле мужчины столь же ревнивы. Но для мужчины ощутить ревность означало признаться в том, что женщина позволила себе выйти из-под его контроля. Мужчины отказывали себе в чувствах, чтобы не сознавать свое поражение на любовном фронте. Марлен уже давно была увлечена другим или другими, а Ремарк продолжала ее любить. «Тебе следовало бы лежать на моем плече. Мне так хочется ощущать твое дыхание. Ты не должна уходить. Ах, жизнь слишком коротка для нас. А сколько уже упущено и утрачено. Сегодня я испытываю боль при мысли о растраченных впустую, проигранных в карты и пропитых годах. И не потому, что они разорваны в клочья, а потому, что они не выброшены и не разорваны в клочья, по крайней мере, вместе с тобой». Общество по-разному относилось к изменам мужчин и женщин. Изменять это вроде как привилегия мужчин. Однако же Марлен Дитрих ни в чем не уступала мужчинам. Не потому ли женщины с нетрадиционными пристрастиями с ума сходили от нее? Когда снимался фильм «Марокко» о певице Кабаре, писал ее биограф, Марлен утвердила за собой право носить брюки – шаг, по тем временам вызывающе смело. В Берлине она ходила в мужском наряде и дома, и выбираясь в ночные клубы, особенно в Эльдорадо, где многие женщины появлялись в брюках, подчеркивая свою сексуальную ориентацию. В Голливуде Марлен скорее подчеркивала свою женственность и оригинальность, щеголяя во фрачной паре и цилиндре. Сентиментальную песенку «Когда умирает любовь» она исполняла, одетая во фрак и цилиндр. И не совсем понятно, кому адресованы ее слова – хорошенькой молодой женщине, сидящей в компании богатых завсегдатаев, или красавцу-легионеру. В финале она выхватывает гвоздику из прически девушки и неожиданно страстно целует ее в губы, а потом кидает цветок солдатам. Этот поцелуй выглядел скандально и смело. Голос Марлен Дитрих, восхищались газеты, вызывает в нашем воображении мир разбитых идеалов, прокуренных ночных клубов, серебряных блесток и черного белья. Мир, где нет места жалобам и чувствам. В ее вызывающем немелодичном голосе и цинизм, и отсутствие иллюзий, и неясные намеки. Преимущество мужчины состояло в том, что он мог сделать женщину счастливой, а мог лишить ее счастья. В те времена женщина завидовала независимости мужчины, его свободе, его власти. Хотела, но не могла быть такой же. А Марлену-то удавалось. Она легко делала первый шаг, она завоевывала мужчину, и она же его бросала. «Я влюбилась в Эрнеста Хемингуэя с первого взгляда», – вспоминала Марлен. «Любовь моя была возвышенной, что бы люди ни говорили. Любовь между нами была чистой, безграничной. Такой, наверное, уже и не бывает в этом мире. Наша любовь продолжалась много-много лет, без надежды и желаний. По-видимому, нас связывала полная безнадежность, которую испытывали мы оба». «Она храбра, прекрасна, верна, добра, любезна и щедра», – писал о Марлен, восхищенный Хемингуэй. «Утром в брюках, рубашке и солдатских сапогах она так же прекрасна, как в вечернем платье или на экране. Если бы у нее не было ничего другого, кроме голоса, все равно, одним этим она могла бы разбивать наши сердца. Но она обладает еще таким прекрасным телом и таким бесконечным очарованием лица». А в Берлине не теряли надежды вернуть звезду в Третий рейх. Когда она перестала работать со Штернбергом, по распоряжению министра пропаганды Йозефа Геббельса, немецкая печать поместила редакционную статью. «Аплодисменты, Марлен Дитрих. Она, наконец, отказалась от режиссера Джозефа Штернберга, у которого всегда играла проститута. Она ни разу не сыграла такой роли, которая прославила бы ее как представительницу Великого Третьего Рейха. Марлен должна вернуться в Отечество, принять на себя историческую роль лидера германской киноиндустрии и перестать служить оружием в руках голливудских евреев». После отъезда выдающихся деятелей культуры и искусства, карьеру в нацистской Германии делали посредственности, поддержавшие новую власть. А в Берлине-то хотели, чтобы на их стороне были мастера первого класса. Вот они и заманивали Марлен Дитрих в Германию, соблазняли ее, чем могли. Ведавший кинематографом министр народного просвещения и пропаганды Йозеф Геббельс подсылал к ней актрис, которой рассказывали Марлен, какое выгодное предложение ей сделано. Она возвращается в Германию и с блеском продолжает актерскую карьеру. Сама выбирается режиссера, сценарист, оператора. Редактор субтитров А.Семкин